Брестский троллейбусный парк ежегодно перевозит более 21 миллиона пассажиров. Ежедневно на линии выходят 50 машин электрической тяги, за которыми осуществляется постоянный технический контроль и уход. По мере возможности подвижной состав обновляется. Главное требование к транспорту, конечно, его техническая исправность, но не менее важна и эстетическая составляющая. В рамках реконструкции троллейбусного депо накануне был торжественно открыт новый цех моечного отделения. В этот объект вложено из городского бюджета около 1 миллиона 700 тысяч белорусских рублей. Это те инвестиции, которые абсолютно оправданы. Почему? Потому что экологичность самого транспорта, это соответственно наше здоровье. Поэтому дальнейшую работу по совершенствованию именно троллейбусного парка нашего мы будем продолжать. В новом цеху, оснащенном современным очистным сооружением, буквально за одну минуту будет обслуживаться один троллейбус. Не сложно подсчитать, сколько машин за ночь, именно в это время суток происходит мойка и уборка, будет проходить через отделение. На этот год у нас не запланировано средства на приобретение техники, а приобретение техники идет только за счет бюджетных средств. И это планируется, когда планируется бюджетный год. Но в планах мы будем просить, сейчас уговаривали с руководством, это 6 троллейбусов с увеличенным автономным уходом и 5 троллейбусов обычных. Кардинально меняется и техническое оснащение, и городские транспортные потоки. В следующем году вводится в строй три крупных масштабных объекта. Западный обход, новый автовокзал, Кобринский путепровод. К слову о последнем, до 15 октября будет открыта третья полоса. То, что мы сейчас имеем по Кобринскому путепроводу, это, выражаясь медицинским языком, такая палеотивная мера. Вообще перекрывать движение, это была бы катастрофа для города. Но вот сейчас, с учетом работы, 15 октября ставим задачу провести третью полосу. И вот в таком режиме по Кобринскому путепроводу до 15 июня работаем. И Кобринский путепровод, есть поручение губернатора, открываем 15 июня. Важно, что в этом году мы уже приступим. Улица Нефтяная выйдет туда, на улицу Папанина. Коренным образом поменяются транспортные потоки в нашем городе, но это будет только лишь на пользу экологии и удобства наших жителей. Каждый день по Бресту ездят 50 троллейбусов. В этом году исполняется 50 лет детской областной больницы. Также в Брестском регионе насчитывается 50 домов семейного типа. Из-за такого математического, но явно не случайного совпадения, в один праздник было совмещено сразу несколько событий. Завершение работ по реконструкции и благотворительный социальный проект, который предполагает задействование общественного транспорта. На линию был запущен тематический троллейбус «Детский квартал Новоснецова». Он символизирует старт проекта. В рамках этого проекта мы планируем посетить 50 домов семейного типа, где совместно с отделом образования постараемся обследовать детей, помочь родителям, осуществить так называемую диспансеризацию, с которой зачастую бывают проблемы. Но кроме этого мы хотим этих деток научить основам безопасной жизнедеятельности. Ярким завершающим аккордом большого мероприятия стал первый в Бресте парад троллейбуса. Возглавил его красавец «Миллениум». Он призван не только напоминать горожанам о надвигающемся тысячелетии, но и как бы побуждать не быть безучастным к большому юбилею.